Доброе утро, дорогие коллеги. Приветствую всех на интерстриме инвесторов Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев и мы начинаем эфир передачи «Инвестиционные идеи» за 13 апреля 2021 года. Сегодня у нас вторник и все, понедельник закончился, ждем тренда, готовы прямо запрыгнуть на него и проехаться сегодня заработок на этом кучу денег. Вот такой простой план. Давайте посмотрим, что нам в этом смысле советует технический анализ, затем фундаментальный и затем подведем итоги. Итак, коллеги, евро-доллар вчера рванулся наверх и посмотрите, как широко мы ходим 1.1866, 1.1914, 50 пипсов, так почти летаем, прямо даже не задумываясь ни о чем. Причем это началось, друзья, еще с 7 июля, это в среду, среда, четверг, пятница, понедельник. По сути, вверх-вниз мы гуляем каждый день. Вот сегодня сверху пошли вниз по еврику в моменте 1.1887. Я думаю, что мы пойдем на отметку на 18.66. Это 20 пипсов от текущих и вполне, мне кажется, можем проколоть, пробить. Во всяком случае, я вижу вниз. Из нисходящего тренда вроде бы вышли, да, можно подумать, ну нет, я считаю, что это прокол, закрепления нет. Да, мы пробились сегодня, уже вернулись в торговый диапазон, поэтому вижу вниз. Я вообще удивлен, что Еврик так вчера себя показал ни на чем, на якобы теме, что Украина обратилась с предложением провести переговоры президентов России и Украины. Вот вопрос рассматривается. Ну, потом выступил Кремль, сказал, что ничего не рассматривается, вот ничего мы не получали. В общем-то, какая-то абсолютно непонятная ситуация сложилась. Мне кажется, доллар как раз-таки на этой неопределенности должен вырасти. Ну, и он сейчас растет, но это мне кажется неуверенно. Я думаю, что осознание того, что ничего пока успокаивающего не происходит, оно придет и доллар двинется вниз. То есть, евро-доллар двинется вниз в сторону укрепления доллара. 30 пипсов вниз от текущих вполне себе. Вижу до отметки 1.1857. Фунт-доллар, друзья, та же тема. Пробили. Ну, вот на этом уровне вчера зафиксировались 1.3741. Даже здесь я бы уже, честно говоря, поставил, потому что уже сформировалась в пятницу-понедельник такой узкий торговый диапазон. Я считаю, что не пустят. Не на чем идти вперед. Я с текущих 1.3740 жду вниз на 1.3697. Это 43 пункта вниз. Хорошие деньги. Почему нет? Доллар, японская иена. То же самое. Здесь тоже можно сузить торговый диапазон. И мы видим, что сегодня уже отыграли то, что потеряли вчера. Ровно на вчерашнем открытии мы стоим. И непонятно, что делать. Пробой, отбой. Сложная ситуация. Я бы не рисковал. По логике вещей ударились сверху, должны вниз пойти. Но доллар, в принципе, я думаю, будет укрепляться. Могут и выше пробить. Доллар, швейцарский франк. Вчера, как вы помните, провалились. Мы несколько удивились. Но вот сегодня мы уже вышли вчерашнего открытия. Поэтому я думаю, что это тоже будет восприниматься как прокол. Цель 0.9290 вчерашняя. Это 40 пипсов от текущих. Она остается. Хотя, конечно, уже много достаточно прошли с утра. Нет. Доллар-франк я бы взял на эту высокую цель 0.9290. Такие движения были у нас. И неоднократно у нас на графике дневном. Поэтому думаю, что сегодня это может повториться. Доллар канадский. Доллар, друзья, мощное движение вчера. Закрыли в плюс. Сегодня продолжаем движение. Но кто мог подумать, что доллар-канадец так покажет себя хорошо. 1.2611 целью является. Это 32 пипсов от текущих. Да, верю. Австралиец, друзья, вчера закрылся в легком плюсе. Но сегодня уже опять снижается. Вы знаете, пока не видно, что он уже подснизился. Пока не видно, что пробьем 0.7592. Боковик, пила, мне кажется, в Австралии сегодня пока делать нечего. Доллар, турецкая лира, коллеги, хочет наверх, хочет, верю. Давайте сузим торговый диапазон. И видим, что мы явно хотим пройти на пробой 8.18.24. И явно-явно уйти наверх. Верю, верю. То DAX, германский фондовый индекс. Вчера, интересно, как с ГЭПом ушел вниз. Потом подрос. Тоже в узком достаточно торговом диапазоне. А тоже непонятно, куда выводимся. Да, рванулись на прошлой недельке. Бесспорно, красиво все. Ну и все, и остановились. Нет, на фонде рынка пока не видно. Вот на DAX. А вот на S&P 500, посмотрите, какая красота. Лезет наверх уверенно S&P 500. Уверенно. Да, тут вроде бы сопротивление сильное 429. Мне кажется, хватит уже рассуждать на тему исторических хаев. Там сейчас везде исторических, а и на многих рынках, кстати говоря. Мне кажется, хватит рассуждать. Время другое, люди другие, количество денег другое. Спокойно покупать и все. Я за покупку S&P 500. Питерсон, американский фондовый ингредиент. Золото, друзья. Ну а золото продолжает тренд четверга, пятница. Да, пятничная коррекция. И такое впечатление, что пошли в боковик вниз. Семнадцать двадцать четыре в моменте. Вижу десять долларов вниз от текущих. То есть, семнадцать четырнадцать. Ну а стратегическая цель – тысяча шестьсот восемьдесят один доллар в рамках широкого боковика. Сегодня вряд ли, конечно, мы туда дойдем, на мой взгляд. Это все-таки шестьдесят долларов для золота. Это серьезные деньги. Но десяточку свою вставить, я считаю, можно. Серебро тоже мощно показало. Пятницу продлили. Вчера мощным движением вниз. То есть, доллар вчера показал себя по целому ряду инструментов. На мой взгляд, и сегодня тоже пойдет вниз. Вижу серебро вниз. Стратегическая цель – 23.96. А это все-таки восемьдесят семь центов от текущей цены огромные деньги. Нефть вверх-вниз, вверх-вниз. Вот сейчас вверх. Шестьдесят ноль девять идет WTI. Для меня рынка нет. Я вижу пробой вниз. Я жду, когда пробьет вниз. Пятьдесят восемь, семьдесят. Потому что коронавирус наступает. Отношения мировые не особые. Сказать, чтобы прямо экономики стреляли наверх, тоже не сказать. Ну, сезон закончился отопительный. Не верю, нет. Шестьдесят три, семьдесят один показывает бренд в моменте. Хорошо растет. Не знаю. Я буду ждать, пока будут пробивать вниз. И это отметка шестьдесят два, двадцать один. После нее, наверное, можно будет уже всем вставать вниз. А доллар китайский, друзья, вчера мощное движение вверх, потом вниз. Сегодня опять вверх. Сложная ситуация, я вам хочу сказать. Как тут делать, не совсем понятно. Зайгазили. Но доллар смотрит вверх. Я бы не входил пока. Доллар, рубль, друзья. Но у нас все новости на обострение сложные достаточно. И на этих новостях, тем не менее, удерживает рубль ниже семидесяти восьми. Но это хорошо само по себе. Явно, что здесь вчера были интервенции. Ну, конечно, бесконечно их не получится делать. Цель сегодняшнего дня такая же, как и вчерашнего. Доллар, рубль, я считаю, что мы эту цель реализуем. Напомню, что основная идея заключается в том, что зеркальность, имея в виду целью, в ближайшие недели, пару недель, достичь восемьдесят девяносто два. Когда эта зеркальность, как бы, отработает у нас. Ну, чтобы было более-менее пропорционально. Поэтому, да, доллар, рубль, на мой взгляд, сейчас эта тема такая серьезная, поскольку обострение налицом. И войска никто не отвел. Наоборот, взаимное обвинение. Наоборот, нарастание недоверия в валютной сфере. Это, конечно, не позволяет говорить и рассуждать, и надеяться на то, что у нас доллар, рубль пойдет вниз. Он может падать помогом, инструментом. По доллару, по рублю он, скорее всего, идет наверх. То есть, то движение на шесть тысяч рублей, о котором я говорил еще месяца два назад, видимо, оно и продолжается на самом деле. Все, друзья, далее давайте посмотрим фундаментальные факторы. Ну, опять же, сегодняшний день дает нам новую информацию по обострению отношений с западными партнерами. Вот я вижу, что Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил следующее. Считаем важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для эконом-операторов. Речь идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход ко взаиморасчетам в национальных или альтернативных долларовых валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Ну, понятно, отказ от расчетов в долларах, отказ от свифта, чтобы, типа, мы сами отказались, а не они нас отключили, ну, тоже интересная, я считаю, как бы, тема. Но, понятно, это обострение, это обострение. И вот я, честно говоря, удивляюсь олимпийскому спокойствию тех, кто держит счета за границей в США. Сейчас забирайте все, но вам уже открытым текстом говорят. И обходим от доллара. Значит, отказываемся от контролируемых Западом международных платежных систем. А это, прежде всего, долларовый свифт. Это больше половины, наверное, оборота мирового имеет долларовую составляющую в паре. Вот. Расчетов сколько, ну, не только спекуляция, но и сами расчеты международные долларовых очень много. Поэтому, коллеги, совершенно в резервах, там, в процентах 40, так сказать, доллара, тоже важный элемент. Поэтому здесь, друзья, совершенно очевидно, что долларовые счета в Штатах надо закрывать. В Европе можно открывать, это совершенно, это расчетный счет европейского банка. Вот. Поэтому, что тут, как бы, там внутри градации нет. Если, допустим, я не знаю, этот, ПМБ Бариба держит счет в Нью-Йорке, это счета ПМБ Бариба клиентские. Это не россияне, в никаком смысле. Вот. Внутри там градацию только сам Париба делает. Ну, и так далее. Поэтому, вот, личные счета и корпоративные счета российских физических и юридических лиц абсолютно убежден. Сергей Лавров уже, наверное, десятый раз говорит об этом. Другие представители российской политической элиты говорят об этом. Это просто потом, знаете, если вот так вот сейчас счета закроют или заморозят, или еще чего-нибудь, потом люди будут жаловаться, что нас не предупреждают. Да ладно, тут через день предупреждают. Они не говорят прием к текстам, ну, естественно, это ваши деньги, ваши счета. Но все намеки, которые должны иметь место, однозначно на месте. Однозначно жаловаться потом только на себя, что, ой, я не слушал, я не верил и так далее. Значит, следующая новость. Тоже, знаете, с вопросом о доверии. Уж как я сколько раз в день говорил, что, ребята, летом этого года отдыхаем дома. Вы что, никуда никто не ездит. Такая зараза по всему миру бродит. Карантины опять восстанавливаются. Ну, что ж, куда летать? Нет. Вот, вы знаете, что порекомендовал Ростуризм, вот, значит, остановить туры за границу. Звучит прежде всего Турция и Танзания. Танзания, Занзибар, друзья, очень много активно летают. Вот, вице-премьер Голикова высказалась на эту тему. Чартерные рейсы остановили. Регулярные рейсы, я так понимаю, остаются. Но в любом случае чартер это огромное. Там регулярным рейсом их не вывезешь. Вот. В общем, по одной Турции кто попал? 534 тысячи россиян, вот, с 1 апреля, послезавтра, получается, на рейсы останавливают чартеры, по 31 мая на полтора месяца, 534 тысячи россиян на сумму 32 миллиарда рублей. А что такое рекомендация, друзья? Это же не введение чрезвычайного положения или там чрезвычайной ситуации или еще что-нибудь. И туроператоры, и авиакомпании, и тем более турецкие гостиницы, вот, они не обязаны ничего размещать. Они, как бы, действуют в рамках тех указаний, какие есть. Турки вообще скажут, а указания Ростуризма или там еще даже правительство России к нам не относятся. Вы оплатили с 20 по 30 мая, все, вот ваши номера стоят, подключите, включите на ресепшене, берите, приезжайте. Как вы приедете, это все со своей туристической компанией. Поэтому, друзья, понятно, я что-то не думаю, что кому-то что-то вернут в этой ситуации, потому что билеты оплачены, все заранее оплачивается, естественно. Значит, номера оплачены и так далее. Я думаю, что ляжет туристический сектор. Вот туркомпании, которая это все организовывает, понятно, что все это повеснет на них. Суды, разборки, и вернуть это все будет трудно. Поскольку, еще раз говорю, форс-мажора как такового я не вижу. А где тут форс-мажор? Решение правительства нет, есть рекомендации. Да, решение по чартерам есть, но нет оснований, так сказать, это чисто на основании рекомендаций делается. Введения чрезвычайной ситуации в стране нет. Все в России имеется. Поэтому ни в каких документах понятие форс-мажора я не думаю, что пройдет. Но хотя юристы есть грамотные, может что-то и докажут. Но туристическая отрасль, конечно, прилегла, это понятно. Жалко, там много людей работает, большое количество обслуживает население. Но вот, кстати говоря, глава Ростуризма заявила, что эвакуации туристов из Турции и Танзании не будет. Ну, то есть, кто там есть, просто организован в обычном порядке, вывезутся и все. А там дальше разбирайтесь, как хотите. Ну, это тоже понятно, это все же в рекомендательном порядке. Далее, друзья. Пара слов о технологии. Интересный материал опубликовали эксперты высшей школы экономики. И аналитический доклад сделали. И говорят, что Россия остается малозаметным участником глобального рынка передовых производственных технологий. И более того, рискует отстать навсегда от технологических лидеров. Вот эта фраза «рискует отстать навсегда» она, конечно, вообще впечатляет. Конечно, друзья. Поэтому покупайте доллар-рубль. Ну, что, мы деграндация технологическая, она растает. Мы отстаем. Поэтому ясно, что будем все брать в три дорога, за доллара. Ну, и другие валюты, естественно. Но все-таки основная расчетная валюта в мире, сейчас никуда от этого не деться, пока доллар. Не биткоин. Кстати, о биткоине. Биток в этой ситуации держит за 60 тысяч 760 долларов за одну единицу биткоина. Она вообще не собирается падать, зараза. Вообще, я с изумлением наблюдаю все, что происходит. Ну, понятно, видите, на обострении пошел биток. Доллар пошел в меньшей степени. Да, биток затаптывает все. Удивительно, удивительно, что он затаптывает и доллар, и золото. Насколько были, казалось, незыблемо. И все меняется, друзья. Если сейчас жить оценками десятилетней давности, обонкротишься очень быстро. Ну, друзья, давайте спросим у монеты, что она думает насчет нефти WTI. Вчера монета показывала, смотрим, бай. О, бай состоялся замечательно. Начало недели хорошее. Давайте спросим сегодня, что у нас по WTI. Две стороны монеты. Бай и сел. Бросаем. Волнуемся. Смотрим. Три простых периода у нас развития событий. Бай. Тоже очень хорошо. Я не согласен, но это ни о чем не говорит, потому что у меня это свой источник информации. Макроэкономические индикаторы, друзья. Выходных нет. Все работаем. ВВП в Великобритании уже вышло. Хуже прогнозов. Это подтолкнет фунтик. Ну, собственно, уже подтолкнуло фунтик вниз. Он же минусует. А, нет, он остановился. Он в плюсе, но остановился. Смотрите, даже такие новости отрицательные не загнали. В 9 часов эти новости вышли за час 20, не загнали в минус. Так, держится хорошо фунтик. Молодец. Дальше, друзья, смотрим, что у нас сегодня во вторник. Какие деяния, от кого. Все. Нефть дадут нам 23-30, американский институт нефти, минус 2,6 миллиона баррелей нефти. Ждут отрицательную нефть. Это вообще само по себе хорошо. Подводим итоги, друзья. Вот из того, что я увидел, мне кажется, сейчас, ну, собственно, наверное, часто буду эти слова говорить. Вчера рубль закрылся, как бы, в минусе, но он с ГЭПом выходил наверх, поэтому формально это он в плюсе. Сегодня он стоит 77-37. Мне кажется, что в ближайшие месяцы учения НАТО будут проходить вблизи границ России 3 месяца, вплоть до конца июня, ну, 2,5 уже приблизительно. 78-03. Вот наша стратегическая цель, я считаю. Это 65 пипсов от текущих. И я считаю, что вот сейчас может быть самое время, когда послушать коллег, которые говорят о том, что надо брать без плеча и в лонг. Вот это тот случай. Брать без плеча, в лонг, спокойно сидеть. Конечно, будут мешательства, Банк России не будет взирать безучастно, он будет стараться, будет бороться, но не видно оснований для победы. Объем валюты поступающей будет сокращаться. Если нас отключат от свифта, это вообще нанесет резкий удар. Если нас отключат от свифта, все, доллар уходит сразу наверх. Это такое решительное действие, орогеневное, агрессивное. Ну, от долларового я имею в виду счета. Резко удорожают долларовые расчеты. Все подвигут в швейцарский франк. Вот все, что произойдет, поскольку так происходило последние 100 лет, когда у нас обострелится отношение с Соединенными Штатами. Ну, и с долларом, естественно, по сути, с государственной валютой. Поэтому, коллеги, здесь вот такая-то... Вы знаете, я всегда за плечо, я не понимаю на Форексе без плеча, там копейки зарабатываешь. Но в данном случае, да. Почему? Потому что стоп тоже опасно ставить сейчас. Будет банк России пробивать вниз, выносить любителей доллара. Целевым образом, прям целенаправленно. Поэтому без плеча, доллар-рубль без плеча берем и спокойно ждем, потому что направление его уже понятно на ближайшее время. Когда это случится, завтра или через неделю, или через месяц, сказать трудно. Зависит от наличия денег и политической воли руководства. До какой точки они собираются держать доллар-рубль или, скажем так, сколько денег у них есть. Если бы мне сказали, что сейчас сколько денег они могут выделить, я бы рассчитал сейчас легко. Когда доллар пойдет, ну, понятно, такой глубокой информации у нас нет. Поэтому покупка доллар-рубля без плеча, вот в чем суть идеи. С плечом, со стоплосцом, трудно будет заработать. В 90-е годы так же. Скакало туда-сюда, чуть прижмут, получат транш этого Международного валютного фонда. Прижмут, укрепят рубль резко. Бах, деньги кончились, он одним днем возвращает все, что месяц укрепляли. То есть это вот картинка понятна. Раз мы с мерами такие сложные отношения, значит продажа нефти и газа будет снижаться, объем валюты будет снижаться, доллар-рубль будет расти. Еще раз говорю, доллар-рубль только потому, что он основная валютная пара. Более того, по разным годам разная статистика, но оборот валютной пары доллар-рубль составляет более половины оборота всей московской биржи. Когда-то 52%, когда-то 82%. Знаете, по разным годам разные цифры, но всегда более половины. И если сейчас тормознут оборот доллар-рубль, то, блин, у нас и биржа, конечно, сразу почувствует снижение оборота резкое. Ну, это означает, что и снижение доходности тоже. Это же организованная торговая площадка, от оборота доходность прямо зависит. Это, что касается доллар-рубль, выбор номер один на ближайшее время. Сегодня, я думаю, что да, обостряющие новости есть, и с ними можно поработать. По остальным инструментам на сегодня, мне кажется, все менее очевидно. Да, я вижу рост нефти, я вижу рост еврика, вернее, попытку, он в минусе, но возвращается снизу наверх. Я вижу, что плюсует хороший фунтик. Кто хочет стоять в этой позиции, конечно, стойки. Я не понимаю, почему это происходит, мне кажется, должно было происходить прямо противоположно. Но кто понимает, тот, естественно, стойки на своем. Для меня, из того, что я вижу, на виду с покупкой доллар-рубля, есть еще один инструмент, покупка... Сейчас, секундочку. Покупка, не покупка, продажа. Продажа золота, поскольку виток, судя по всему, выдавливает и доллар, и золото. Поэтому да, вот такая тема, продажа золота. Ну, цель на сегодня я заявил, это мой второй выбор на сегодня. До цели 1681 в течение ближайших дней, я надеюсь, увидите. Спасибо, друзья. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok